ВОЛГИ От привычных «Жигулей» здесь осталось одно название. Все автомобили собираются специально для раллиных гонок. Низкопрофильная резина, жесткая подвеска, каркас безопасности, а главное – модернизированный двигатель. Все это помогает гонщикам получить свою борцу адреналина, а главное – заветное первое место. У любителей, которых собралось здесь больше, чем профессиональных гонщиков, правила свои. Они выступают в так называемом режимном стиле. На весь участок дороги отведено определенное время. Минутой больше, минутой меньше – штраф. Женским экипажам, которые также боролись за места на педестале, справиться с волнением было сложнее, чем соперникам-мужчинам. Этап чемпионата края в Сочи пользуется популярностью у гонщиков всей России. С каждым годом растет число заявок на участие. Как говорят раллисты, лучшей трассы с асфальтовым покрытием для соревнований на юге не найти. 60 экипажей, 65 заявилось. Реально стартовало 54, потому что была техкомиссия и так далее. Это тоже такой отборочный тур. Борьба большая, сходов, как парадоксально, немного. Ну и асфальт дает о себе знать. Летят коробки, ломаются автомобили, привода. Жесткая гонка, все стремятся быть первыми. За три заезда с трассы сошли пять машин. Те, кто дошел до финиша, не могут скрыть эмоций. Вообще гонка очень интересная. Мне очень понравилось. Я люблю Ахун. Я выступаю здесь уже не первый раз. Ровно 20 лет назад было соревнование. Здесь такой же был подъем на холм на Ахун. Я тоже здесь принимал участие. И так же, как и сейчас, у меня получилось там второе место. Никак не могу его победить. Но надеюсь, что приеду еще и все-таки добьюсь своего. Первым в классе «Абсолют» стал представитель Туапсе. У любителей трофей отправился в Ростов-на-Дону. Впереди у гонщиков еще пять этапов, после которых и определится победитель всего чемпионата. Татьяна Нагорская, телекомпания ФКТ.